17 родителей вновь оказались за школьной партой. На столе у них только черная гелевая ручка и белые листы. Сегодня они сдают ЕГЭ для родителей. Поблажек нет. Запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки, иные средства хранения и передачи информации. Родители сдают ЕГЭ по русскому языку. Задания немного отличаются от привычных. Здесь 7 вопросов из первой части и последней, восьмой сочинения. Да и экзамен продлится не 3 часа, как положено для школьников, а куда меньше. Продолжительность экзамена сегодня составляет 30 минут. По окончании экзамена участники единого государственного экзамена сдадут свои экзаменационные работы, которые будут отправлены на дальнейшую обработку и проверку. И через определенный промежуток времени на личную электронную почту каждый из них получит свои результаты. Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» всероссийская. Проходит она в третий раз. 20 февраля к ней присоединилась Рязань. Представители региональных органов власти, областной думы, общественные палаты Рязанской области, городской администрации и родители выпускников пройдут всю процедуру сдачи ЕГЭ. Сегодня мы с вами даем старт проведения данной акции на территории Рязанской области. То есть будут проведены до конца февраля акции во всех муниципалитетах, городских округах и даже в отдельных школах. Контрольно-измерительный материал распечатывают прямо при родителях, а потом двери кабинета закроются на время проведения экзамена. Цель такой акции – познакомить родителей с процедурой проведения ЕГЭ, чтобы они смогли сориентировать своих детей и помочь им настроиться на успешную сдачу. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».